Моя родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Саша, где Лера? А ты что живешь? Иди сюда. Яблоко. Какое? Идем ближе. Ты знаешь, какое яблоко взял? Идем сюда. Я специально приношу яблоки с новых сортов. Эх, а как же я буду хвастаться-то. Смотри, иди сюда. Тебе нравится это яблоко? Покажи ближе. Не, не так, боком хотя бы. Значит, это вот тем боком, ага, темно-бордовое. Ну надо ж так случилось. Сам взял или это селекционно? Сам взял, ну правильно. Вот, ну хорошо, что у меня еще три штуки есть. Это знаешь, что за яблоки? Вот. Есть такой сорт, я люблю детям говорить, а вдруг памяти застоялись? Вот есть такой сорт, называется розмарин. Шикарный сорт, он у меня еще последние яблочки на том участке, я потом тебя угощу. И вдруг Сергей Железов, он же мой сын, взял и у нашего друга, царства небесного Федоренко, добыл веточку вот этого, что ты ешь. Выросло из десяток плодов, роскошных, это самое маленькое из них. Вот. Потом, значит, угощали, всем нравится. И когда оставалось пять штук или четыре, мы решили сами попробовать. Я тогда взял их, чтобы это, и начал по одному выдавать. Когда я выдал Сергею Железову этот новый сорт, потому что он оказался совсем не похож на розмарин. Так? Да. Ты увидел это яблочко, взял без спроса, и теперь оставшиеся три яблочка или четыре у меня дома. А, и тут одна есть. Потом я отдам тебе, а ты угостишь маму и папу, ладно? Они еще его не пробовали. Так, теперь, Лера, к тебе вопрос. Значит, у меня там висят последние груши. Лесная красавица, суперсорт. Вот. И они начали падать. Остались немного, не самые роскошные, потому что в теневой стороне довисели вот до пятого октября. Вот. Я хочу, чтобы вы распробовали их. Но этому все хорошо. Что не скажешь, ему все нравится. Вот. Я хочу на вас продегустировать. Знаешь почему? Потому что... Чтобы у вас память осталась навсегда. Вот когда я был маленьким, 7 лет, 22 апреля, все помню, что касается садоводства. Мы с учителем садили вишню. Вот. Он выкопал яму, я распрямил корни. Я держал на весу. В это время, держа на весу, он ее полностью закопал. Я так и держал на весу. Это был первый урок, причем очень полезный. Теперь я с вами поступаю так же. Он меня как бы надоумил. Учитель и остался садоводом. Теперь вопрос к тебе. Валерия, как ты полностью называешься? Как ты себя называешь? Валерия Сергеевна Сергеевна. А почему у тебя всегда... Ну, в общем, нормально. Я привык говорить, Железова, Валерия Сергеевна. Но это одно и то же. Значит, кем ты будешь, когда вырастешь? Садоводом. Садоводом. Ага, отлично. А вот идет твоя мама. Она мечтала быть садоводом? Когда я веду съемки, она сразу убегает. Конечно. Мечтала, да? Да. Ага, врешь ты все. Если бы она не вышла замуж за моего сына. Ой, улыбается. Даже дети понимают. Так, в Сибири стать садоводом непросто. У нас настоящих штучных изделий единицы. Очень беда. А остальное массовый обман. Так принято. Все привозное и все умирает. Это у меня листочек. Листочек? А это он, это... Это я маскируюсь. Повесь обратно. Маскируюсь. Так, ладно. Ты не могу садоводом, Сочек? Потому что крошка маленькая. Значит, наверное, надо сделать так. Я что жду? Сейчас твой папа заканчивает продавать саженцы из питомника. Я уже там был, поздоровался. Вот. И что еще я хочу сделать? Я жду покупателя, попробую продать ему книгу. Ну, шансов 1% из 10. Да. Да? Порядка берут, признайся. А раньше часто брали. Раньше это когда? Годом год. Хм, года. Ну, летом, да. С каждым годом садоводство все херея, с каждым годом все меньше садоводов. Новое поколение выбирает пепси, как говорит реклама. Я хочу вкуратик. А я что, здесь сижу? А где у нас остались? Давай, давай вначале покажем всем, кто... Идет же запись. Поднимай, доставай. Доставай, доставай, я поднял. А-а-а! Тут чуть я угонял, хватило. Так. Так. Тут я угонял, хватило. Нет, мой фазу. Еще другого типа. Там еще много. А-а-а! Тихо, Саша, помолчи и смотри, нос прищемлю. А-а-а! А-а-а-а! Все. Теперь нам хватит. Так. Ну что, давай по это... Подземлем так. Сейчас нас услышат, кто-то напишет потом. Или позволит. Игорь Константинович, в руках у вашей внучки была книга. Я хочу ее купить. Значит, там... А этот не надо, этот отложи. Вот. По порядку. Самая ценная книга для новичков. Показываю. Не, вот эта, вот эта. Вот эта, вот эта. Сюда поднеси ее. Это книга для новичков. Тайны плодового деревья. Садоводство для избранных судьбой. Так. А вот уже и приехали сейчас. Быстренько. Так, значит, можно вас на секунду? Во-первых, вот это вот, ваше яблочко. Там их осталось. Ну, ведрами брали, ведрами. Теперь по одному уже. В грузии угостят. Это бельфор китайка. Причем, была бы солнечная сторона, там уже их нет. Два раза крупнее и ярко-красная. Но пробовать вы можете хоть сейчас. Вот. Я не боюсь, что вы скажете кислое. Или потом попробуйте. Потом попробуйте. Ладно. Я всю грушу не даю. Ладно. Так, это, Саша, дай-ка вторую. Это там в машине кто-то сидит. Держите. Это тоже. Так, это два. Теперь, вот это в книге продает моя... Будешь торговать? Ну, давай попробуй. Ну, давай попробуй. Нет, вы наверняка откажетесь. Бывает неловкая пауза. Да вот, там это. Да не надо. Вот. Продолжать или не надо? Да нет, спасибо. Нет, спасибо. Значит, продать не удалось. Ну, ничего. Тогда я вас отпускаю. Мы вас отпускаем. А продавать будем, не продавать, а рекламировать на камеру. Так что вы свободны. Так, давайте. Вот это, значит, для новичков. Еще раз. Так, я возьму, почитать. Пусть читает, не мешай ребенку. Почитать не уверен. Картинки увидит. Давай, значит, вот это вот. Вот это вот, еще раз. Для новичков. Называется... Садоводство для... Дай ему. Вот так. Раз. Теперь вторая и последняя книга. Это для людей, которые увлеченные, но которые хотят узнать всю правду. Вот видите. Молодец, умеешь рекламировать. Сенька. Сенька. А у него в руках 100 граммовые абрикосы, да? Это не абрикосы? Там были абрикосы. Знаешь, как надо? Итак, записки зачарованного сибирского садовода. Здесь две Нобелевские премии. Но только их мне никогда не вручат, потому что наши ученые никогда не позволят, чтобы я высунулся. Дед, я видел, как он тебя снимает. Да, меня снимает. Вот это вот, да? Правильно, меня снимает телевидение. Все верно. Покажи вот сюда, на камеру. И вот эта вот брошюра всего стоит 100 рублей, представляешь? Но ее покупают крайне редко, даже реже, чем книги. Так, теперь мне звонят. Ну что, будем считать, что мы закончили рекламную паузу. А сейчас я пойду, сейчас еще дядя Сережа будет что делать? Обрезать саженцы, надо все это заснять. Дед, это старый пауза. Дед, это старый пауза.